арсений вы в музыке как откуда давно уже откуда можно я скажу я поскольку я так счастлива с ним работать я поскольку гипер не скромная мне настолько с ним уютно комфортно и и хорошо он замечательно так вот я скажу он скромный была гипер популярная группа озон вот это собственно соавтор пом даже автор вот этой как раз историю этой песни и группа просуществовал сколько лет вы были где-то пять лет мы были вместе но вы были достаточно популярны достаточно во всем мире так и вот слегка я говорила про скромность не скромности он учится у меня я у него скромности такой хороший дуэт продуктивный в том числе и по школе жизни вот так группа распалась вы решили заняться соль школьными карьерами на но побольше я активировал в европе там евровидению в свое время участвовали да на сколько я знаю свое вообще вот все вот эти разнообразные конкурсы и популярные ныне программа по поиску талантов там вот голос который сейчас все всегда обсуждают насколько это действительно эффективная схема для того чтобы стать популярным либо без продюсера вот в наше время все равно никуда должен быть человек который тебя организует я не знаю как в россии в россии думаю что обязательно должен быть продюсер чтобы тебя про из окей а в европе в европе Ну, зависит, если ты талантливый, ты певец, и ты талантливый еще композитор, и у тебя есть талантливый друг, саунд-продюсер и продюсер, которого зовут Алекс Давия, тогда все очень легко. Ты его назваешь Давия, я Брашовин, давайте определимся. Саша, как ты хочешь? Дело в том, что у меня будет сольный такой проект, который, все-таки моя фамилия сложновато, вот, кстати, ее учила. Брашовин месяц учила. И я чуть-чуть как бы решил поменять. Давия будешь, да? Давай будем Давия. Все, сегодняшний. Хорошо, Давия, Саша Давия, это Алекс Давия. Алекс, Алекс, да, что-то там, да. А что за сольный проект у вас будет? Ну, диджеевский я переехал уже полгода назад в Москву, ну, так сложилось, и для начала сделаю, то есть буду делать треки, как я это и делал до сих пор, но буду выходить, как вот выходит там Армин Вамбюрин, то есть как диджей, ну и с вокалистом там, с российскими звездами. То есть именно дуэта, я так понимаю. Ты нашел меня. Для начала, да. Так, я чувствую очередной эксперимент жизни Сати Казановой с электронной музыкой назревает. Я вот здесь, я и хочу скрестить этнику, little bit spiritual, будем по-английски говорить. Алекс еще не знает об этом. Алекс, ты будешь счастлив, поверь мне. Я что-то тебе говорила, но не переживай, все будет хорошо, у нас все получится. Насколько слушатели интересуются, вот, к сожалению, без подписи пришел вопрос, но он довольно интересный, насколько тяжело работать друг с другом. Вы как-то сразу нашли общую какую-то волну, либо вот момент притирки был? Вы о ком? Вообще вот, а вот совместная работа, ну вы как-то, да, вот песню записали. С Алексом я давно уже работаю, где-то 8 лет, а с Сати недавно, но сразу контакт пошел. То есть не было никаких слушателей, Сати, а с вашей стороны? Вообще, я же говорю, вы обратили... Сати контактный человек совершенно. Я контактная, а Арсений скромный, и я с моей эгоцентричностью где-то вот... Ну, нечеловеческой харизмой. Нечеловеческой амбициозностью, да, и какой-то нескромностью. Ну, не знаю, хорошо это или нехорошо. Вот, Арсений говорит, что ты хорошо, и научи меня. А я говорю, нет, хорошо, когда ты вот такой скромный, как этот человек такой скромный, как ты, такой сдержанный, как ты. И, в общем, как я сказала, контакт был сразу, вообще никаких... Вот единственный был момент, когда с клипом, что-то мы цветокоррекцию. В итоге, я знаю, что твоей стороне понравилась одна версия, мне и другая, и в итоге вышла... А в этом случае надо третью сторону искать какую-то, да? А Арсений такой, он говорит, ну, пусть будет, как сати хочет. И в итоге, по-моему, так и стало. Так и стало. Ну, это так мило. Слушайте, ну, это долгий творческий союз, вам похоже, сулит. А ещё когда были съёмки клипа в Баку, я мёрзла, как суслик, такой ледяной ветер, при том, что солнце красиво, и ветер такой сильный, пронизывающий. У меня Арсений согревал, всё время в перерывах подходил. Я могу себе ещё бы Арсений, когда он таким голосом может сказать, например, добрый день. Тебе холодно. Какое там! Ну и, смотрите, у нас времени остаётся, на самом деле, не очень много. Слушателям ещё раз напоминаю, друзья, что за самый интересный вопрос нашим гостям вы имеете возможность получить набор сувениров. Вы не понимаете, какое это счастье. Вот, Сати всё понимает, она всё знает. Не забывайте, пожалуйста, указывать ваш номер телефона, если вы отправляете нам смс. Арсений, скажите, пожалуйста, можете ли вы нас побаловать песней какой-нибудь ещё? Чтобы, так сказать, поближе ещё аудиторию. Можем, можем. У меня есть песенка, название, оно похоже на моё сценическое имя. Арсений, моя песня называется «Минимум». Первая песня, о которой мы работали вместе. Первая песня, о которой мы с Александром начали. Давайте, давайте послушаем с удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok